Доброго времени суток всем! Сегодня у меня на обзоре и на определениях свойств клинка Spyderca Dragonfly, очень замечательный маленький ножик, малыш такой, с бэклоком. Тест будет в этот раз состоять из следующего. Также определим химический состав клинка и химический состав плашек рукоятки. Твердость не представляется, возможности определить клинка, потому что отсутствуют параллельные поверхности, которые бы можно было померить. Здесь вот есть на основании клинка параллельные поверхности, но прибор не дотягивается до суда алмазной пирамидкой, а конструкция неразборная. Поэтому в этот раз только химический состав. Ну, поехали! Традиционно определим химический состав X-MED рентгенофлюоресентным прибором. Ну, вот видно, да, что показывает такую экзотическую сталь. Но по марочнику посмотрим, что это на самом деле. Теперь давайте определим химический состав металлических плашек. Тоже интересный замер. Также рентгенофлюоресентным методом. Вот здесь никаких сюрпризов нет. Ну, как сюрприз есть, конечно, хорошая сталь 410, аналог 420 сталь. Давайте теперь подведём итог наших замеров. Ну, видели, да, что в приборе, в марочнике, который забит в прибор, отсутствует данная сталь. Он там показывает какую-то абракадабру в плане марки стали. Ну, по марочнику это VG-10. Далее. Почему я всё удивлялся? Почему Dragonfly именно с металлическими накладками имеет такую высокую стоимость по сравнению с ножами, которые имеют пластиковые накладки? Ну, всё это подтвердилось, мои, так сказать, предположения подтвердились тем, что обкладки сделаны из такой хорошей стали, как 410. По большому счёту это 440 сталь, только отсутствует кремний там и марганца. Чуть-чуть меньше. 440 сталь марганца до процента. А здесь 0,2%. Ну, это аналог 420-й стали коррозионная, такая высококоррозионная элегированная сталь, коррозионно-стойкая. Отсюда и цена. То есть, там, так вот, если прикинуть на плашках, там ещё на два хороших клиночка хватит этой стали. Ну, теперь давайте по традиции я расскажу о ВИДЖИ-10, об её особенностях. ВИДЖИ-10 – это японская сталь, которую иногда называют ВЭК ГОЛД-10, специально разработанная фирмой ТАКЕФУ СПЕСЬЛ СТИЛ КОМПАНИИ для производства высококлассных ножей. Отличительная особенность данной стали, что в неё входит до процента углерода. Это очень много для нержавеющей стали. Данное содержание углерода гарантирует высокую износа стойкость, остроту режущей кромки и хорошую коррозионную стойкость обеспечивает хром, который входит как основной легирующий элемент в данную сталь. Сталь ВИДЖИ-10 обладает хорошей ударной прочностью, что позволяет использовать ножи из данного материала практически в любых условиях. Несмотря на обусловленную высоким содержанием хрома коррозионную стойкость, японские мастера часто используют высокоуглеродистую сталь ВИДЖИ-10 как центральный слой лезвия, окружённый обкладками из более мягкой нержавеющей стали. К слову сказать, у меня есть нож Самура, кухонный шеф, который действительно центральной частью, режущей частью, имеет ВИДЖИ-10, а обкладки из другой под дамаск сделанной стали. Эта технология применяется для того, чтобы ещё сильнее защитить режущие свойства ножа и предотвратить любой, даже малейший намёк на ржавчину. Кроме того, изготовление клинка из пакета стали делает его более универсальным и при правильной геометрии даёт возможность сбалансированно распределить нагрузку на лезвие. Сталь ВИДЖИ-10 в данный момент – это одна из лучших сталей традиционной технологии для ножевого производства. То есть, это не порошковая сталь, а обыкновенная сталь, которая делается по традиционной технологии. Также отмечают, что данная сталь выкрашивается на режущей кромке при интенсивных нагрузках. То есть, эта сталь рекомендована именно для кухни. Феноменальная острота, вот эта микропила, которая на режущей кромке образуется, делает своё дело. Но для более тяжёлых работ данная сталь, ну, не рекомендуется. Хотя я и не проверял его, этот нож, в таких очень серьёзных условиях. Ну, и ещё, что стоит отметить, то, что действительно коррозионная стойкость у неё высокая, но не такая высокая, как... Не то, что как хотелось бы, а... Сейчас я покажу на кончике. Нет, фокус не хочет наладить сейчас, сейчас. Прошу прощения. Вот видите, по желтени. Это я резал лимон и воткнул его. Вот такая штука. Ну, я думаю, ластиком потереть, и всё пройдёт. Такое пожелтение небольшое. Ну, вот и всё по данному ножу. Нож мне очень нравится, но он мне нравился, так сказать. Сейчас этот ножичек малыш моей супруги. Очень удобный, но она любит с бэклоком, потому что удобно, безопасно открывать и закрывать. Не сложишь себе гарантированно на руки. Вот такой классный малыш. Спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok